Черепахи, бабочки, утки, лягушки, рыба. И это далеко не полный список обитателей Никитского ботанического сада. Некоторые из них уже успели стать символом парка. Краснущие черепахи – визитная карточка парка Монтадор. Здесь они обитают уже около 15 лет. Кормят земноводных три раза в неделю исключительно рыбой и мясом. Черепахи появились здесь 15 лет назад. Тогда их было всего три, а сегодня в пруду плавает более 30. Сотрудники парка не могут сочетать, сколько их тут точно, потому что, во-первых, их становится все больше, а во-вторых, животные умело маскируются. Это не только то, что они сами размножаются. У нас многие отдыхающие, которые приезжают в Ялту отдыхать, они покупают маленьких черепашек. Дети же просят им часто, что мама купи черепашку, дайте черепашку, а потом куда их девать. И вот они нам их все приносят. Когда приходим кормить, видим, новая черепашка появилась. Кто-то подкинул. В другом пруду парка живет утиная семья. Самым младшим членом стаи две недели. Малыши остались без одного родителя. За их драматической историей пристально следили не только сотрудники, но и гости парка. К нам прилетела утка и селезень, значит, вылупились мелкие утята, и потом селезень улетел. Ну, а мы с другого верхнего парка, с другого водоема привезли сюда еще одного селезня. И он наших мелких всех обитателей, можно сказать, установил. Сегодня утята находятся под опекой родителей и во всем берут с них пример. Дружной стайкой они следуют за вожаком и едят в свое довольствие. По райскому саду прогуливается множество туристов из разных уголков России. Лягушки, они, мне кажется, в обычной природе восхищение такого не вызывают, как именно здесь, в саду. Это экзотика получается. Кормление интересное в серепашек. Хочу внуку показать. На самом деле побольше бы рыбок, потому что они какую-то живость добавляют вот этому помещению и атмосфере всей. Одновременно в оранжерея парка обитает порядка 30 видов бабочек. Махаоны и парусники, которых сюда привезли из жарких стран Южной Америки, есть виды из амазонских джунглей. Тропические бабочки живут от двух дней до двух недель. Все зависит от видов инсектария. Каждый день можно увидеть рождение нового насекомого. К сожалению, век у бабочек недолгий. Каждую неделю в парк поступает новая поставка коконов. Здесь они превращаются из куколок в прекрасных крылатых созданий. Питаются насекомые апельсинами, бананами и медовым сиропом. Некоторые туристы специально приходят сюда, чтобы стать свидетелем перевоплощения, и просиживают здесь часами. Кстати, чаще всего это таинство происходит ночью. Этот ботанический сад настолько облюбовали туристы, что здесь у них уже появились свои традиции. Гости парка загадывают желание, бросают монетки в надежде вновь сюда вернуться. Ольга Литвиненко, Влад Мошек. Утро нового дня. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...